Мобильная лаборатория ТЭС на ВИЧ-экспедиция путешествует по стране уже второй раз. В этом году автопробег охватывает 191 город России. В нашем регионе акция проводится в Нижнем Новгороде, Сарове, Кстове, Арзамасе и Набару. Благодаря проекту жители нашего города смогли определить ВИЧ-статус бесплатно и анонимно. Вторая важная цель – это борьба с дискриминацией, с неправомерным отношением к людям с данным диагнозом с ВИЧ-инфекцией. В рамках этого мы тоже даем интервью, общаемся с медиками, проводим специальные семинары. В нашем городе проверка на ВИЧ проходит впервые. Волонтеры клуба «Инсайт» приглашали саровчан пройти тестирование, рассказывали об акции и раздавали информационные листовки. Мобильные пункты с красной ленты рассчитаны на привлечение внимания людей, которые в повседневной жизни забывают о проблеме ВИЧ. Я видела новость, что приезжает газелька, чтобы можно было пройти тест на ВИЧ, но я не планировала. Я проходила мимо и вспомнила, решила, что почему бы нет, поскольку сейчас много разных болезней, каждый из нас может чем-нибудь заболеть, заразиться. Пройти тестирование смог любой желающий без предварительной подготовки и абсолютно бесплатно. Экспресс-тест делается просто. Забор капли крови из пальца, пять минут ожидания и результат готов. Руководитель волонтерского клуба «Инсайт» Григорий Крайнев не только помогал организовывать акцию, но и сам прошел тестирование. По его мнению, очень важно следить за здоровьем и знать свой ВИЧ-статус. Можно сразу узнать, результат положительный или отрицательный. Очень удобно, тем более для города Саров. Все это, во-первых, бесплатно, анонимно, да и вообще узнать свой ВИЧ-статус, мне кажется, это полезно для каждого. Сотни саровчан узнали результаты на ВИЧ, получили консультацию специалистов. Из нашего города мобильная лаборатория отправляется набор в Кстовый Арзамас. С начала акции протестировали более 44 тысяч россиян. Акция завершится в начале ноября в Москве. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.